Дима, приветствую тебя. Здравствуйте. Тоже приветствую вас всех, тех, кто следит за нашим совместным аналитическим творчеством с нашими партнерами. Сегодня у нас уже, можно сказать, по традиции для пятницы в гостях Дмитрий Черепощук. Дим, большое тебе спасибо еще раз, что все-таки смог найти время сегодня снова поддержать свою беседу о том, что с финансовыми рынками происходит. С момента нашего с тобой последнего эфира на площадках произошло на самом деле многое. Наверное, не буду сейчас особо растекаться по древу, объяснять все фундаментальные предпосылки, катализаторы. Те, кому интересно это, знают то, что я для нашего канала Markets готовлю на ежедневной основе очень много контента, который посвящен фундаментальному анализу. Можете почерпнуть инфу там. В двух словах, индекс американской валюты. Мы сейчас с тобой непосредственно перейдем к конкретной рыночной ситуации. Посмотрим, что творится сейчас с долларом, с золотом. Можно глянуть рисковый инструмент, тот же самый еврофунт. Посмотри, как активно у нас летит вниз на этих реализующихся рисках Brexit. И кто знает, где там у него это донное значение. Я думаю, что можем, так же, как и в прошлый раз, я тебе сейчас слово выступлю. Ты скорректируешь, возможно, если в этом есть необходимость, те установки такие на трейдерскую активность, которые ты давал ранее. Возможно, прокомментируешь какой-то другой инструмент, актив. В общем, у тебя есть полная свобода в действиях. Дим, передаю слово тебе. Да, да, да. Еще раз всем привет. Смотрите, хотелось бы отметить золото. Прошлый раз мы разговаривали именно о нем. Сейчас, одну секунду, чтобы был виден экран. Не могу, к сожалению, продемонстрировать экран. Так, секундочку, это, наверное, я не включил настройку момент. Да, да. Попробую еще. Так, вот. Подскажите, пожалуйста, видно ли все? Вот, на прошлой неделе, да, опять же, я говорю, говорим за золотом. На прошлой неделе была у нас дана рекомендация от этой точки ждать разворота и на продолжение движения, что и произошло. Единственное, что некоторых участников могло смутить, что сперва крупный игрок, естественно, добрать позицию, может, только за счет иных игроков, да, чуть менее маленьких счетов, да, и более таких позиционных. Вот, поэтому произошел сложный-ложный пробой. И опять же, всех засадили, вынесли. И вот идем опять в сторону по нашей намеченной цели, то есть на снижение, да, на коррекции, потому что сильно выросли. Поэтому рекомендация себя отработала. Единственное, что я тоже участвовал в этом движении после закрепления, да, на следующий день. Но некоторых ребят, да, могло тут или попилить, да, то есть рисовался ход как в лонг, поэтому здесь нужно было осторожным быть. Поэтому это уже с опытом приходит, если есть понимание. По нефти очень интересно. Я тоже говорил в прошлый раз рекомендации, то есть выход вверх, то же самое повторилось и на нефти. То есть было закрепление, думали, что пойдем выше. Всю неделю у нас пилило-пилило, и только вчера вот произошло четкое закрепление. Там всего лишь пару центов выше, и уже насколько движение пошло вверх. То есть нефть смотрится выше. Я думаю, что пойдем обновлять еще один максимум. Это не просто так, да, мы накопили такую позицию. Вот всех здесь повозили туда-сюда, да, произошла пила, так сказать. И сейчас вот четко уже видно направление, что идем еще выше. Поэтому рекомендации по нефти, я думаю, будем продолжать расти. Пока неизвестно. Рынки хоть и перегреты, но тем не менее нужно следовать тенденции, то есть не лезть на рожон против крупных игроков. Поэтому пока рекомендации одни, то есть покупать вместе с крупным игроком. Также для себя отмечал евро-доллар на прошлой неделе. Но вы видите, никакого движения не было. Мы стояли в боковике. Сейчас единственная будет интересная ситуация. Видите, сегодня немножко откатились. Это мы сделали какой-то хай. И сейчас мы немножко откатились и опять возвращаемся. То есть видно, что покупатель есть. То есть всю эту массу, которую кто фиксирует, кто сидел, например, отсюда, или какие-то крупные игроки, которые просто фиксируют свои большие позиции перед выходными. Или мы не знаем всех их мотивов. Но кто-то поддерживает цену, кто-то скупает этот весь объем, который продают. Поэтому если мы увидим закрепление выше вот этой отметки 1.21.78, может быть хорошее продолжение наверх. Поэтому следим за евро-долларом. Рекомендация к покупке выше 21.78. Это такие основные, за которыми я наблюдаю, за которыми очень интересно будет посмотреть на следующей неделе. Так, понял тебя. Ну давай отключать эту демонстрацию. Хорошо. Одну секундочку. Да, готово. Слушай, ну я, наверное, по традиции, чтобы немножко создать даже сам факт соперничества, все-таки дам рекомендации несколько иные. Потому что я опираюсь на фундаментальный фон. И, конечно же, все прекрасно понимают, что если ты закладываешь в основу какой-то фундаментальный посыл, ты исходишь из того, что сделки могут отрабатываться довольно продолжительный период времени. Потому что фундамент, ну, может быть, это его слабая сторона. Ну, фундамент есть фундамент. Это забег на более длинную дистанцию. Это готовность работать с четким пониманием того, что в плане событий, новостей на рынках происходит и так далее. Короче, давай начнем с индекса американской валюты в моменте. Сейчас у меня график. Мы здесь неоднократно видели, как индекс доллара, который ранее оказался ниже 91 пункта, цеплял даже поддержку 90-50, пытался закрепиться ниже. Но несколько раз уже участники рынка снова выкупают доллар и бьют как раз снизу вверх нижнюю границу нисходящего тренда. Это примерно в районе 91 пункта. Сейчас за индексом доллара обязательно нужно следить, потому что все, что по этому инструменту мы сейчас наблюдаем, это реакция участников рынка, мелких, крупных, на ожидание тех мер экономического стимулирования, которые будут сейчас вот задействованы властями США. Я особый акцент делаю, конечно же, на Конгресс, которого мы ждем, фонд примерно на 908-916 миллиардов долларов. Это дополнительные деньги, которые неизбежны сейчас точно придут в экономику, поскольку, собственно, экономика нуждается в условиях ковида, в том, чтобы эта ликвидность была. И последние новости, которые я могу прямо сейчас положить на стол, это новости, которые датируются вчерашним днем со стороны Минфина, которые были подтверждены также и лидером Палаты представителей Нэнси Пилоси, о том, что до рождественских праздников этот фонд будет принят. Поэтому, если, друзья, вас интересует очень хорошая долгосрочная сделка, я про индекс доллара неоднократно говорил, можете рассматривать диапазон цен 91-91.50 для того, чтобы как раз шортить в расчете на пробой последующей поддержки 90 пунктов, потому что при новых мерах экономического стимулирования, конечно же, доллары будут дальше поджимать из-за более низких показателях доходности американских облигаций. Мне кажется, это предсказуемая сделка. Я вот уже месяца 3-4 рекомендую доллар продавать, и, в принципе, он ввадится. То есть здесь нужно работать по тренду. Так, по поводу нефти. Ты знаешь, вот с позиции фундамента я прям, я категорически не понимаю, что сейчас происходит на рынке черного золота, потому что безумный рост. Вчера мы вообще обновили максимумы с марта 2020 года. Причем этот рост происходит в плане фундамента на очевидных признаках падения спроса. У нас есть еженедельная статистика по штатам от администрации лентической информации, но эту статистику принято интерпретировать как показатель глобальный, общемировой. Если растут, например, запасы нефти и бензина, это явно указывает на то, что на внутреннем рынке фиксируется меньшее потребление. И сейчас фактически рекордные показатели по отчету, который вышел в среду по запасам нефти и бензина. Рынок нефти вообще даже малейшего шага, маленького шага, небольшого, назад не сделал, когда вышел этот отчет. Это странно, конечно же. Причем мы видим факт падения спроса, который усиливается как проблематика еще ростом предложения. В странах ОПЕК+, как мы все прекрасно понимаем, с начала января страны увеличат, страны ОПЕК увеличат добычу на 500 тысяч баррелей, растет производство в США, в Ливии. То есть спрос и предложения, они даже не балансируют между собой, они становятся, между ними формируется уже самая настоящая пропасть. И каждый раз, когда на рынке появляется какой-то негатив, бренд реально прет еще выше. На мой взгляд, это ненормальное поведение, которое свидетельствует о том, что бренд – это новый спекулятивный пузырь, как это много раз говорили про американский фондовый рынок. Поэтому, друзья, у меня был ранее сценарий, что мы увидим 50 долларов за баррель, ну, может быть, чуть повыше. Это как раз вот такая психологическая точка рубеж, до которого хотели добраться крупные деньги. И потом, если фундамент не улучшится, а он не улучшится, мы будем наблюдать за развитием уже нисходящей динамики и мощной коррекции. То есть сейчас 50.18, чуть выше 50. Я думаю, что продажа с любого из уровней выше планки 50 – это очень хорошее задело на перспективу и прибыльную сделку. И еще один актив, ну, золото или евро, чтобы особо не распыляться, давай все-таки по европейской валюте. Насколько я понял, ты смотришь вверх, правильно? Евро-доллар, да. Если мы пробьем вот этот хай, который мы сформировали, я думаю, что мы пойдем еще выше. Вот тут я с тобой полностью согласен. После вчерашнего заседания Европейского центрального банка установка очевидна. Евро будет дальше расти, потому что европейскую экономику, не стесняясь, продолжит заливать деньгами. И это создаст более лучшие перспективы для восстановления еврозоны по отношению с другими регионами. Я думаю, что евро еще и на слабости доллара не то, чтобы обновить локальный максимум на отметке 1.22, но и всерьез будет претендовать на движение в рамках ближайшего квартала к уровню 1.25 или, как говорят сити, 1.28 и 1.30. Ну, наверное, за три месяца пройти, сколько там, 850 пунктов, это слишком круто. Но замахнуться на 1.24, 1.25, я думаю, можно. Поэтому здесь, ты знаешь, я разделяю твою точку зрения, Дим, и считаю, что в контексте именно евро-доллара мы с тобой еще можем попасть точно в цель. Так, ну на этом, собственно, все. Еще раз тебе большое спасибо, что смог найти время. Я думаю, что в целом обсудили рыночную ситуацию. Следующий эфир, если опять же так же будет возможно, проведем с тобой в пятницу. Мы поговорим про то, что есть, что изменилось, и при необходимости, если будут условия, дадим новые рекомендации. Хорошего тебе закрытия недели, Дим. Хороших выходных, спасибо за эфир, всего доброго. Пока-пока.